Вопрос про БЦА Не все слышно, а про БЦАшки Обычные приятные кислоты Единственное, что их различает между основными У них два мостика карбонильных Все, то есть они вступают, вводят в многие Особенно мощные структуры и тех ферментов Которые выступают в антиоксидации То есть, скажем так, мы покачались Очень много вышло токсинов различных Чтобы их нейтрализовать БЦА, они входят в структуру Активных биорегуляторов И также лисинтез Насколько их надо часто принимать Они должны быть в источнике Как прием ежедневно поступать В чем их минус? БЦА, к сожалению, они достаточно кислотные Среды обладают очень многих Вызывают гастрит или резжог И повышен кислотности Но это часто у людей Которые питаются и строят себе диеты Все равно данных аминокислот не хватает Чаще всего в прием ставят Либо перетренировка, либо послотренировочный прием Но я бы разделил этих приемов сразу на два В первую и вторую половину По поводу дозировок, скажем, БЦА Есть много людей, кто принимает По 30 грамм БЦА в день Есть люди, которые принимают их больше Есть люди, которые принимают их просто профилактически Потому что нужно сделать воду послаще Как бы будет это вкуснее Вот И на самом деле, скажем так Если мы имеем роль профилактического приема Да, там спонули 5 грамм и пошли тренироваться А потом еще вечерком или где-то в перерывах у вас в машине лежит эта баночка То небольшими порциями С хорошим объемом жидкости Это кишечнику послужит во благо Если мы заряжаем Если вообще заряжаем 30 грамм На тренировку и идем тренироваться Но через неделю, возможно, будет диарея И вы даже не будете замечать ничего Еще тут сам момент, что это незамедимые мислоты Получаем мы только из пищи Это очень важно И они не пересомнены однозначно Да, они не очень дешевая добавка Кому они точно не нужны Прямо однозначно Сейчас модно ругать веганов Но только веганов не сильно образованных и глупых Вот у них не хватает незамедимых мислот Потому что нет пищи животного происхождения И в этот момент, что банально По анализу крови легко определить, что человек Не получает достаточное количество аминемислот незаменимых А способность лейцина У него будет эгумин очень низкий У него будет очень низкий уровень иммунитета Это очень важно Если люди, которые вегетарианцы боятся, что во время производства БЦА страдают где-то люди на заводе От того, что они их делают То есть фернативные – это биосинтез То есть никого там особо-то не убивают для этого Вот Но есть для них, есть инферментированные на фруктовой основе БЦА Они просто дороже Обратительно дороже Но, поверьте, вот вегану 5 грамм БЦА Крайне необходимы для выживаемости данного вида человеков Вегетарианцев Это крайне важно По спортсменам прием отдельный круто, да Но, знаете, продукт номер один по объемам продаж Вообще спортивное питание Это сыворотка Ссылочный партеин Уэй На нем написано Так вот, в нем очень много незаменимых аминных кислот Скажи лучше по АБЦАшкам 8-1-1 или 2-1-1? Я пил долгое время 8-1-1 А потом пришел в генетику А потом пришел в генетику 2-1-1 И, знаете, разницы особо нет Честно говоря, вот это наличие Большое наличие лекцина Оно как бы Ну, по-моему, особо не влияет, да Вот Алексей тоже Поэтому Это вот, скорее всего, маркетинг То есть, сами БЦА это круто А вот А вот А вот Вот эти вот 8-1-1 Это, скорее всего, маркетинг Вот Поэтому 2-1-1 Стандартный Вполне А теперь Почему в свое время Активно рекламировались вообще 8-1-1? Во-первых, понятно Да, лицин Аминсета очень полезная Она наибольшем Сильным Я это всех имею на уровень Белкового синтеза Момент такой В свое время Лицин был дешевле То есть, в данный момент А Он по цене такой же Как сами Аминогислоты И нету смысла Его давать больше Для уничтожения продукта То есть, и Как видите, спала Да, вот эта вот Такая волна У нас 8-1-1-1 Лицин самый главный Лицин отдельно Помните, масклтек компания У нее были крутые буклеты И у них был легкий продукт Просто лицин в капсулу И там просто И плюс 176% Просто мышечной массы И все на третье Просто лицин все время был чуть дешевле В данный момент Такого уже нет Поэтому Если прямо углубиться То лучше 2-1-1 На тренировке А 4-1-1 На восстановление Вот если даже Рассматривать Чем они будут сейчас И когда применять Есть желание Разные баночки А ведь это правда Вечерно Там с одной Там насыпал Другой Что-то еще смешало Там подсыпал струлина Многим это нравится Это определенная степень Такая какая Ритуал небольшой свой На примялку есть свой клиент И да, кто-то готов заплатить И с 4 закатулированные лица Потому что написано Красивые буклеты Так это круто Это неплохо Это двигает рынок Поймите, ведь В определенной степени Даже банально Вот помните картинки Где на масклтек показывали Вот человек выпил предтрен И вот тепловизор И вот у него покраснела спина Во время тренировки Сильнее, чем без предтрена То есть каждое Снабжение правда усилилось И поверьте Это тоже нужно оплатить Ну в любом случае Чтобы хотя бы знать Вообще работа Или что-то намешали И действительно Ну в себестоимости Невозможно работать Нужно привести спортсменов Нужно всех собрать Нужно приготовить всем Еды в подарок Много всего нужно сделать Нужно спонсировать Турнир определенный Нужно спортсменам Выдать призы и подарки Нужно на спортивные клубы Мы выделяем У нас там В первую хоккейную лигу Это док-премьер лиги То есть мы туда выделяем Количество продукции Ко мне начали приезжать Человек Это доктор наук Кафедры Непитания И гигиена человека Они будут На основании Против генотиклаба В больнице Именно в больничных условиях Давать разным группам Больных И проверять их Скорость восстановления И дать работу Одни будут получать Белковые добавки Белково-углеводные добавки Третий Будет включать Также Ивдестерон Белково-углеводные То есть Этим нужно заниматься Потому что вот так Это не плохие ребята Которые продавали дорого Это маркетинг Это исследование В большей степени Это реклама Продвижение фитнес-индустрии Это поддержка спортсменов Которые опять же Потом кого-то Приведут зал И направят на путь истинный Чтоб человек стал заниматься Спортом Вот А что такое? По путься Продолжение следует... Продолжение следует...